Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Кадровый голод – основная проблема Российской почты Работа сложная, всех обойти, с людьми пообщаться Да и зарплата не самая высокая Отсюда и очереди в отделениях Сегодня эти вопросы стараются решить Есть уже озвученное Генеральным директором решение О повышении заработной платы в 2014 году По всей отрасли почтовой связи Поэтому я так думаю, что уровень зарплаты выйдет на тот уровень, который необходим молодым нашим кадрам. И все будет хорошо на почте. Ну а пока решение принимается, почтовое отделение приглашают на работу. Ищут трудолюбивых, молодых и активных. Фируз Насырова, Алия Сафин, Александр Решеткин, Вести Татарстан. Лиза Харисовна, а вот трудолюбивых, молодых, активных их легко найти? Все-таки зарплата небольшая, труд нелегкий. К сожалению, действительно, острой проблемой остается отсутствие кадров, профессиональных кадров. И сегодня у нас есть информация, что с 1 октября у нас повышается зарплата у основного производства. Это касается и операторов, и почтальонов, которые работают в отделении почтовой связи. Надеемся, в связи с этим решением у нас все-таки проблема кадрового голода спустится как бы на нет. Поэтому я хотела бы пригласить трудолюбивых, молодых к нам на предприятие, потому что действительно почта развивается, почта не стоит на месте. У нас вводятся новые услуги, новые технологии. Поэтому работать на нашем предприятии очень интересно. Ну вот сейчас средний возраст почтальонов в Татарстане какой? Средний возраст наших работников колеблется в 42 года. Вот вы говорите, новые технологии появляются. Недавно завезли к вам аппараты специально для бесконтактной оплаты. Что это за оборудование? Действительно, в преддверии универсиады, которая проходила летом в городе Казани, наш филиал стал первым филиалом, который разместил данные терминалы бесконтактные для оплаты платежей и товаров в отделении почтовой связи. В настоящее время они установлены в городе Казани. И проходит полномерная работа по установке данных терминалов в республике Татарстан. Будет их более 300 единиц. А как это работает? Кто может пользоваться? У кого есть карта кредита? Да, это карты, кто является держателями мастер-карт, виза-карт. То есть обычные банковские карты. Бесконтактные, это значит, пин-код не надо вводить? Пин-код не нужно вводить, совершенно верно. А как с карты снимут деньги, если пин-код не надо вводить? Нет. Насколько это защищенно, безопасно? Это защищенно, и поэтому проблем с этим не будет. То есть человек предъявляет карту и проводится снятие денежных средств. Недавно открылось отделение формата бизнес-класса, так его называют, говорят, что это единственное в Татарстане, их немного по стране. Это что за такое отделение? Кто может туда ходить? И будут ли еще такие? Это обычное отделение почтовой связи, которое открыто для всех жителей Республики Татарстан, города Казани. Оно размещается на улице Кремлевская, дом 3. Это отделение связи, которое работает ежедневно с 8 часов до 10 часов вечера, без перерыва на обед. И в субботу-воскресенье с 9 до 18 часов. Отличие от всех остальных отделений почтовой связи в том, что в данном отделении связи другой режим работы, как я вам уже сказала, до 10 часов вечера, установлена электронная очередь. То есть клиенты могут взять талон и спокойно дожидаться в зоне отдыха для клиентов. Также есть детский уголок. То есть если вы пришли с маленькими детьми, дети могут спокойно играть, рисовать, а вы тем самым будете пользоваться услугами почты. Это очень привлекательно. Будут ли еще такие отделения? Да, мы планируем открыть на следующий год. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Номер студии 554-3090. Звоните, задавайте свои вопросы. С развитием интернет-технологии письма мы уже отправляем по интернету, на телефонах есть куча всяких приложений. В связи с этим писем не стало меньше? Вы знаете, нет. Люди пишут, люди общаются. И поздравления, и посылки, и бандроли. То есть даже в связи с интернет-технологиями, которые очень динамично развиваются в республике Татарстан, почтовые отправления у нас возрастают. Это связано с тем, что развивается интернет-торговля, и людям просто нравится писать. То есть из Татарстана в Татарстан тоже могут писать письма? Да, конечно. Намного приятнее получать письма, которые написаны собственноручно, и в них содержится и тепло, и радость домашнего очага. То есть это намного приятнее, чем получать по электронной почте. В конце прошлого года мы даже делали сюжет, что в Татарстан завезли передвижные почтовые отделения. Это машины, в которых есть почтовые отделения. Они в какие районы уехали? Они ездят по деревням? Действительно, в этом году мы получили передвижные почтовые отделения, которые в настоящее время функционируют. Они обслуживают населенные пункты, в которых нет стационарных отделений почтовой связи. Это такое же отделение, которое обеспечено всем современным оборудованием. Там есть интернет. И клиенты, жители, которые проживают в удаленных населенных пунктах, которым достаточно проблемно дойти до отделения почтовой связи в связи с удаленностью, они могут воспользоваться услугами передвижного отделения почтовой связи. Работают они по утвержденному расписанию. То есть у них в графике заложены населенные пункты, куда они подъезжают. Есть расписание. С этим расписанием знакомы все жители данного населенного пункта, которым в определенное время подъезжают и обслуживаются. У нас есть звонок. Алло. Алло, здравствуйте. Слушаем вас. Так, я только что разговаривала с одной девушкой. Говорите. А, говорите? А, это вот я сейчас буду в прямом эфире. Вы в прямом эфире. Ага, спасибо. У меня, здравствуйте, у меня вопрос у гостя вашей. Она очень хорошо все рассказала. У меня теперь и затронул вопрос о повышении заработной платы с октября месяца этого года. Меня интересует вопрос такой. А на сколько процентов повысится? И сколько будут в среднем получать, ну, например, почтальоны? Я к чему это спрашиваю? У меня дети тоже ищут работу. Спасибо. Спасибо вам за ваш вопрос. Действительно, вопрос очень важный для всех нас, не только для почтовиков. Но сказать конкретно, насколько повысится, я сейчас не могу, потому что эту информацию мы получили буквально только что. И взяли с официального сайта Почты России, потому что другой информации у нас пока нет. Сегодня в Москве прошла встреча с руководителями ГУП Почты России, с Минкомсвязи, а также с председателем профсоюзной организации Российской Федерации, где было принято данное решение. Поэтому мы надеемся, что то увеличение, которое должно пройти до конца этого года, то есть 1 октября, и как сегодня было озвучено, что в 2014 году дальнейшее увеличение зарплаты, оно будет иметь место, Будем надеяться, что это привлечет наших будущих работников и, скажем так, нормализует работы почты в Республике Татарстан. Ну вот средняя зарплата почтальона рядового какая сейчас? Ну, вы понимаете, что зарплата, она отличается от зоны обслуживания самого почтальона и от той ставки, которую она занимает. То есть если говорить о полной единице, которая работает 8 часов, то это составляет порядка 13-14 тысяч. Спасибо. У нас есть звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, здравствуйте. У меня вопрос. Во многих местах установлены почтовые ящики, где вот отверстие для приема письма крохотное, только для стандарт. А бывает, что конверт бывает нестандартный. Приходится идти на почту, а я пожилой человек, мне тяжело. А вот у нас на Обжалилово стоит вот такой ящик. Спасибо. Спасибо за вопрос ваш. Действительно, почтовые ящики, которые размещены на улицах города Казани, Республики Татарстан, они определены ГОСТом. Если у вас нестандартный конверт, то есть не подпадает под размеры почтового ящика, то вы, конечно, можете принести его в объект почтовой связи. Но в данном случае я вам рекомендую обратиться в отделение почтовой связи и вызвать почтальона на дом. То есть эту услугу мы оказываем бесплатно, почтальон придет и заберет ваше письмо. Абсолютно все могут пригласить? Да, совершенно верно. Не только пожилые? Не только пожилые. Очень интересно. А вот сейчас, если приходишь на почту, чтобы оплатить коммунальные платежи, отправляют к терминалу, то есть приучают нас работать с терминалами больше. Насколько это удается? Ну, скажем так, мы постепенно привлекаем все-таки, увеличиваем количество людей, которые оплачивают через терминалы. Терминалы самообслужен, которые в настоящее время установлены в отделениях почтовой связи, они имеют преимущество. То есть вы можете оплатить не только одну услугу, а сразу несколько услуг, и причем остатки денежных средств перенаправить на сотовый телефон. Это очень удобно. И если у вас возникают трудности по оплате, вы всегда можете обратиться к работникам отделения почтовой связи, которые вам в этом помогут. У нас еще один звонок есть. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. Вы в прямом эфире говорите. Ну, там другие говорят. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Значит, в 2011-2012 году очень много подавалось велосипедов почтальонам. Вот сейчас еще будет это или нет программа? Спасибо. Спасибо. Да, действительно, всех почтальонов, которые в настоящее время работают, мы обеспечиваем велосипедами. И это будет продолжаться и на следующий год. То есть если у почтальона зона обслуживания превышает 10 километров, мы планомерно обеспечиваем их велосипедами. Единственный нюанс, естественно, в зимний период с ними их не применишь. А в зимний период для обуви какие-то наклейки, по-моему, раздавали, чтобы... Да, у нас это есть. Это у нас практикуется ежегодно. Все наши работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, в том числе и подошвами, которые обеспечивают их в углоледицу. А средствами самообороны в темные подъезды все-таки часто приходится хрупким женщинам заходить? По поводу темных подъездов мы ведем работу непосредственно с управляющими компаниями. То есть мы направляем заявку для того, чтобы обеспечить беспрепятственный пропуск наших почтальонов и обеспечить, во-первых, безопасность их жизни. Мы просим, чтобы эти недостатки были устранены. Ну а почтальоны наши, естественно, тоже имеют индивидуальное средство защиты. Свисток? Все, что положено. Лиза Харисовна, вам хотят еще один вопрос задать. Здравствуйте, говорите. Мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Я вот из обеспечительного района, Копылова, дом 14, 12-тажный дом. У нас ящики очень страшные. Все там, двери сломаны, эти дверки сломаны. Вообще, и все теряется. Когда бы это самое поменять, да? Спасибо. Этот вопрос, наверное, к коммунальщикам больше, да? Да, этот вопрос не входит в ведение Почты России, к сожалению. Но с этой проблемой мы сталкиваемся ежедневно. Причем в той мере, что мы не можем осуществить свои функциональные обязанности, то есть донести и письменную корреспонденцию, и периодическую печать. Но за состоянием почтовых ящиков должны следить сами собственники, то есть это жильцы самого дома или управляющая компания, на балансе которого находится данный дом. Иногда ящики совсем непригодные, туда даже письмо не вставишь. Что делать в таких ситуациях? Письмо обратно на почту? Да, совершенно верно. Почтовые работники не имеют права класть письменную корреспонденцию, тоже периодическую печать, в открытые ящики. И им приходится возвращать данную корреспонденцию в объект почтовой связи. Опять-таки чревато тем, что сами клиенты наши не уведомлены. Они не могут получить известие, что к ним пришло, допустим, письмо или посылка. Потому что это известие в том же ящике надо оставлять, да? Совершенно верно. Если их не в домах. Совершенно верно. У нас есть еще один звонок. Слушаем вас. Говорите, вы в прямом эфире. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Мы живем в поселке Новокаразаево. У нас почтовое отделение, если можно так назвать это отделением. Это ужасно что-то. Все уже развалившееся. Крыльцо разбитое все. Подняться невозможно. Того и гляди, загремишь. Потолки все подперты этими столбами. Крыша вся дырявая. Уже в какое-то почтовое отделение. 47-ое почтовое отделение. Оно существует уже с 54-го года. И ничего не изменилось. Хотя вот строили рядом здание, да? Девятиэтажные. Могли бы выделить квартиру для почты. И этого не сделали до сих пор. И ждем вот уже, когда это будет. Спасибо за вопрос. Спасибо большое. Действительно, 47-ое отделение почтовой связи, это, наверное, одно единственное отделение в городе Казань, которое осталось в таком ужасном состоянии. Вы хорошо знаете, да? Да, конечно, эта проблема есть. Но что хотелось бы сказать. На следующий год у нас запланировано капитальное строительство данного отделения почтовой связи. В этом году мы ввели по проектной документации. Поэтому надеемся, что на следующий год жители получат новое отделение почтовой связи. У нас есть еще один звонок. Слушаем вас. Олег. Говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Я бы хотела поговорить об острове Грациешск. Там нет постоянного человека на почте. И приезжает обслуживающая женщина, которая проводит там 3 часа в неделю. Хотелось бы, чтобы там хотя бы терминал установили для того, чтобы коммунальные услуги оплачены. Если есть такая возможность. Спасибо за звонок. Спасибо большое. Такое, наверное, часто, да? Да, эти проблемы мы знаем. Действительно, если у нас мы не можем подобрать кандидатуру на должность оператора начальника отделения почтовой связи, к сожалению, населенные пункты маленькие и остаются люди пенсионного возраста, нам приходится, мы вынуждены это делать, закрывать время на отделение почтовой связи, но приезжать и оказывать услуги. То есть мы не оставляем населенный пункт без услуг почтовой связи. Вынуждены это делать, потому что другого решения у нас пока нет. Это вынужденная мера и надеемся, что это временно. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. Мы хотим выразить благодарность от жителей военного городка 2, танковое училищество. Нашей почтальончике Галея. Это такая женщина, ну, такие редко бывают. Она все услугливая, добрая, отзывчивая. Вот как бы ее наградить, а? А вы ее фамилию не помните? Вот вы знаете, убей, вот не знаю, как ей фамилия. Спасибо. Зовут ее Галя, ее все знают. Спасибо. Да, и вот она поможет и лекарство принесет, и за квартиру заплатит. Ну, очень хорошая вещь, знаете. Это военный городок, вы запомните. Да, конечно. Спасибо большое. Мы обязательно найдем этого почтальона. И ваши слова благодарности обязательно доведем. Очень приятно, несмотря на те трудности, которые существуют сейчас на почте, слышать слова благодарности в наш адрес, потому что действительно это дорогого стоит. Спасибо большое. Труд нелегкий. Наверное, почтальоны нередко встречаются с нестандартными ситуациями. Для них проводится какая-то подготовка, тренинги. Да, конечно. Мы со всеми работниками нашего предприятия проводим и технические учебы, и обучение, то есть и семинары проводят, и обозначим проблемные места, на что нужно обратить внимание. То есть, конечно, они у нас не остаются в стороне. А поощряете как-то вот таких, как Галина? Да, конечно. То есть, любые слова благодарности, во-первых, они отмечаются на общих собраниях с трудовыми коллективами. Они у нас в почете. И то есть, ну, по возможности, конечно, материально мы их стараемся тоже поощрять. Потому что должны быть люди на предприятиях, с которых должны брать пример, и работа их должна быть отмечена. Безусловно. Вот с вводом терминалов, интернет-услуг, очереди на почтах, они сократились? К сожалению, могу отметить, что наличие очередей у нас есть в отделениях почтовой связи, но прежде всего это связано с тем, что у нас сейчас, в настоящее время, идет нехватка кадров. То есть, мы надеемся, что когда у нас штат будет полностью укомплектован, и очередей станет намного меньше. Лиза Харисовна, вам хотят задать еще один вопрос. Слушаем вас. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Говорите. Вот я хотела вам такой вопрос задать. У нас два дома соединены. Улица 25 октября и Степана Халтурина. И, например, у нас квартира 26 по улице такой, а на Халтурина тоже такая квартира. И эти письма все время путают. Спасибо. Спасибо за звонок. Мы обязательно проведем работу с почтальонами, сделаем акцент на это внимание. Могу сказать, что человеческий фактор, он присутствует. То есть, есть люди, которые не имеют большого опыта работы и порой допускают такие замечания. А что в такой ситуации делать, если получил чужое письмо? В данном случае, если вы получили письмо, адресованное не на ваше имя, то просьба, конечно, вернуть в отделение почтовой связи. Или передать его через почтальонок. Вот если вернемся к почтовым отделениям в деревнях, в малонаселенных пунктах, там мы говорили, что есть передвижные почтовые отделения, их закрыли для оптимизации? Нет. Отделения связи в республике Татарстан не были закрыты ни одного. То есть, мы дополнительно пустили передвижные отделения связи для того, чтобы охватить удаленные населенные пункты. Как я повторюсь, те населенные пункты, которые находятся на больших расстояниях от стационарных отделений. Режиссер сообщает, что у нас еще один звонок есть. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. Беспокоит вас жительница поселка Нагорный. У нас почтовое отделение 56-е в очень ветхом состоянии. Также пути очень тяжелые, невозможно подойти. Поселок обслуживает еще 6 поселков близлежащих. Почтальон отлично работает. Мне кажется, им тяжело по дорогам нашим ходить. И вот большая просьба, можно как-то обновить почтовое отделение, сделать дорогу. Мы об этом уже говорили. Да. Спасибо большое. Мы обязательно рассмотрим это предложение и возьмем в работу. План реконструкции на ближайший год по изношенности выбирается? Или есть какие-то ограничения, только два почтовых отделения, например? Нет. У нас в плане по проекту реконструкции проходит 12 объектов. То есть это полностью производится ремонт по брендбуку Почты России. Ну и, соответственно, ремонт еще производится силами самого предприятия. В связи с тем, что в этом году у нас была проведена универсиада, большое великое событие для республики, конечно, у нас все силы были направлены на город Казань. Вы сами прекрасно видите, как преобразился наш город, в том числе и почтовое отделение. Но эту работу мы будем продолжать полномерно и надеюсь, что все отделения почтовой связи Республики Татарстан будут иметь такой же привлекательный вид для всех, как для клиентов, так и для наших работников. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо большое. Информационный час на канале «Россия-24» продолжается. Впереди много интересного. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин